Фаина Раневская. Русская и советская актриса театра и кино. Одиночество – это когда есть телефон, а звонит будильник. Грустной жопой радостно не пукнешь. Женщины умирают позже мужчин, потому что вечно опаздывают. Мужики от начала дней до их конца за сиськой тянутся. Жалость раздают бесплатно, а вот зависть еще надо заслужить. Мне всегда было непонятно, люди стыдятся бедности и не стыдятся богатства. Думайте и говорите обо мне, что пожелаете. Где вы видели кошку, которую бы интересовало, что о ней думают мыши? Мечты сбываются, стоит только расхотеть. Жизнь – это небольшая прогулка перед вечным сном. Многие жалуются на свою внешность, и никто – на мозги. Отпускайте всех идиотов и клоунов из своей жизни. Цирк должен гастролировать. Союз глупого мужчины и глупой женщины порождает мать-героиню. Союз глупой женщины и умного мужчины порождает мать-одиночку. Союз умной женщины и глупого мужчины порождает обычную семью. Союз умного мужчины и умной женщины порождает легкий флирт. Запомните, за все, что вы совершаете недоброе, придется расплачиваться той же монетой. Не знаю, кто уж следит за этим, но следит, и очень внимательно. Женщины – это не слабый пол, слабый пол – это гнилые доски под ногами. Люди сами себе устраивают проблемы. Никто не заставляет их выбирать скучные профессии, жениться не на тех людях или покупать неудобные туфли. Вторая половинка есть только у таблетки, мозга и жопы. Я изначально целая. Дамы, не худейте. Оно вам надо. Уж лучше к старости быть румяной пышкой, чем засушенной мартышкой. Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. Моя любимая болезнь – чесотка, почесался и еще хочется. А самое ненавистное – геморрой. Не себе посмотреть, не людям показать. Хочешь похудеть, жри на пол ведра меньше. Самое страшное оружие – телефон в руках пьяной женщины. Чтобы мы видели, сколько мы переедаем. Наш живот расположен на той же стороне, что и глаза. Жизнь слишком коротка, чтобы портить ее диетами, жадными мужчинами и плохим настроением. Сказка – это когда женился на лягушке, а она оказалась царевной. А быль – это когда наоборот. Есть такие люди, которым просто хочется подойти и поинтересоваться, сложно ли без мозгов жить. Я никогда не была идеальной. Начиная от внешности и заканчивая характером. Но зато я всегда была собой. На голодный желудок русский человек ничего делать и думать не хочет. А на сытый – не может. Если вдруг вы стали для кого-то плохим, значит много хорошего было сделано для этого человека. Нет полных женщин, есть тесная одежда. Животных, которых мало, занесли в красную книгу, о которых много, в книгу о вкусной и здоровой пище. Лучше хороший матерящийся человек, чем тихая воспитанная сволочь. Бог создал женщин красивыми, чтобы их могли любить мужчины, и глупыми, чтобы они могли любить мужчин. Настоящий мужчина – это мужчина, который точно помнит день рождения женщины, и никогда не знает, сколько ей лет. Мужчина, который никогда не помнит дня рождения женщины, но точно знает, сколько ей лет – это ее муж. Семья заменяет все. Поэтому, прежде чем ее завести, стоит подумать, что тебе важнее – все или семья. Миф о том, что женщинам нужны только деньги, придумали мужчины, у которых денег нет. Чтобы оставаться худой, женщине надо есть перед зеркалом и обнаженной. Жить надо так, чтобы тебя помнили и сволочи. Есть люди, в которых живет Бог, есть люди, в которых живет дьявол, а есть люди, в которых живут только глисты. Женщина умнее мужчин. Вы когда-нибудь слышали о женщине, которая бы потеряла голову только от того, что у мужчины красивые ноги? Если женщина идет с опущенной головой, у нее есть любовник. Если женщина идёт с гордо поднятой головой, у неё есть любовник. Если женщина держит голову прямо, у неё есть любовник. И вообще, если у женщины есть голова, то у неё есть любовник. Трагедия мужчин. Одни женщины не по душе, другие не по зубам, а третьи не по карману. Старость — это когда беспокоят не плохие сны, а плохая действительность. Питаться в одиночку так же противоестественно, как срать вдвоём. Если я разочаровалась в вас, очаровать обратно меня уже невозможно. Хоть из штанов выпрыгните, не вижу я вас больше. Идите и не пылите. Женщина, чтобы преуспеть в жизни, должна обладать двумя качествами. Она должна быть достаточно умна для того, чтобы нравиться глупым мужчинам, и достаточно глупа, чтобы нравиться мужчинам умным. Талант — это неуверенность в себе и мучительное недовольство собой и своими недостатками, чего я никогда не встречала у посредственности. Я не умею выражать сильных чувств, хотя могу сильно выражаться. Воспоминания — это богатство старости. Талант, как бородавка. Либо он есть, либо его нет. Быть счастливым очень просто. Нужно только научиться принимать действительное за желаемое. Я не умею. Фаина Раневская. Цитаты и афоризмы. Не забудьте поставить лайк и подпишитесь на наш канал.